Этим голосом сказано всё. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У нас в гостях доктор исторических наук Юрий Васильевич Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Предстоящий год, год столетия Великой Октябрьской Северной Революции вызовет сильнейшее нарастание визга, вброса клеветы и всего прочего об этом эпохальном событии. Ну, заодно и гражданскую войну, конечно. Пристегнут, куда же без этого. И поэтому я пригласил Юрию Васильевичу Емельянову, он пишет книгу о мифах революции и гражданской войны. И сегодня он расскажет нам о своих изысканиях. У меня телефон не работает, как мне сообщили. Я отключил все возможности связи со мной. То есть вы можете писать, но я это не буду читать. А вот когда Юрий Васильевич скажет, что все, он готов отвечать на ваши вопросы, вот тогда мы... К тому времени, наверное, телефон починят. Но вы не останетесь без связи с нами. Счастья вам будет. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, как можно подразделить мифы, которыми окружена Великой Октябрьской революции и гражданская война? У вас есть какое-то разделение? Да, во-первых, надо сказать, что мифы разные по размерам. Есть маленькие мифы, есть крупные. Есть мифы, их можно разделить по времени происхождения. Некоторые мифы родились с самого начала, с 7 ноября 1917 года по новому стилю, 25 октября 1917 года по старому стилю. И некоторые мифы требуют очень большого рассказа, ну, допустим, причины Октябрьской революции. По мифотворчеству исходит из того, что никаких серьезных причин для революционного взрыва не было, что страна жила прекрасно, что она двигалась вперед и вперед. Ну, вот, в результате заговорческой деятельности, в результате того, что кто-то подкинул деньги кому-то, вот, произошло разрушение великого государства. И страна оказалась погруженной в гражданскую войну. Тоже крупный миф о том, что это была только катастрофа, только, которая отбросила назад Россию, ничего положительного революция не принесла, и последствия ее отрицательные до сих пор сказываются. То есть февраля не было? Нет, нет, ее их сейчас сливают... То, что привело к февралю, тоже не было. Их сливают вместе, называют Великая Российская революция или просто Российская революция, или, как некоторые, как Игорь Чубайс, исходят из того, что просто Россия провалилась в черную дыру. Ну, фальсификация истории же не чужда нашим оппонентам. Конечно. Но есть и мелкие мифы. Допустим, вот миф о том, как было разогнано учредительное собрание. Как было разогнано учредительное собрание. Тут, кстати, руку к этому приложили и советские мастера кинематографа, придумавшие красивые сцены, которые ничего общего с реальностью не имели. Но потом возник миф о Железняке, который пришел, разогнал. И к этому мифу возвращались уже в конце 80-х годов, когда с трибуны Съезда народных депутатов говорили, что мы уже слышим поступь Железняка, который будет разгонять. Но это красиво было сделано в фильме «Выборгская сторона». Только когда читаешь стенограмму учредительного собрания, и видишь, что все было, ну, совсем не с точностью, да наоборот. Но действительно, и революция, и предыстория ее, и ход гражданской войны – это источник огромных тайн, которые еще до конца не раскрыты. Обстоятельства того, как происходила и февральская революция, и октябрьская революция, окружены многими интересными обстоятельствами, которые еще до конца не получили полного раскрытия. Так что вот о чем... Скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, насколько сейчас восстановлено, я имею в виду, конечно, серьезных историков, историческая правда, которая окружает февраль и октябрь 1917 года? Я думаю, еще не до конца восстановлено. К сожалению, вот семьдесятилетий советской власти, когда величайшим событием в стране считалась Великая Октябрьская революция, парадоксальным образом это сочеталось с тем, что очень многие вещи толком не изучались. Дело в том, что наука была забюрократизирована, и достаточно было какому-нибудь человеку в какой-нибудь области написать работу на тему борьба КПСС за выполнение решений, скажем там, 25-го съезда партии на примере какой-то области, и он становился уже кандидатом на УК. А это проявилось в конце 80-х годов, когда лихие журналисты, люди, вообще не имевшие никакого отношения к написанию чего бы то ни было, вдруг стали раскрывать тайны, писать бог знает что, историки молчали. И подавляющее число историков молчало. Ведь характерно, что первый человек, который вступился в защиту истории, была преподавательница химии Нина Андреева, которую тут же взяли в оборот, сказали, что она реакционер, что это заговор целый и прочее, прочее. А историки в основном молчали. Они заговорили, потом заговорил историк Волкогонов, который сначала написал двухтомник о Сталине, в котором доказал, что Сталин просто монстр, жестокий, ужасный человек, потому что он изменил Ленину. А через 4 года тот же Волкогонов написал двухтомник, где изобличил Ленина как монстра, жестокого человека. При этом у него не было видно, краска стыда не окрасила его лицо, в связи с тем, что 4 года назад он писал совсем другую. Не имеет значения. Там же какая-то была грязная история с архивными документами. Прежде всего, откровенно говоря, эти двухтомники халтурные, случайные документы. Надо сказать, отдам должное генералу, он нигде не фальсифицировал. Но он фантазировал. Он берет, допустим, какой-нибудь документ, где, ну, допустим, заявка министра внутренних дел СССР Круглова на поставку Кирзы и на подпись Сталину. И это уже повод для того, чтобы страниц 5 писать. А куда пойдет Кирза? А не пойдет ли это на сапоги охранников? Конечно. И так далее, и так далее. Или, ну, просто записка Лаврентия Павловича Берии о том, что вот пуск Череповецкого металлургического комбината. Вот начинается рассуждение на эту тему. Это случайные документы, которые были возмутительным образом прокомментированы, а также богатый источник, который был использован впервые Солженицыным, затем Рыбаковым, ну, они все-таки писатели, им можно фантазировать, но затем и историком, директором Института военной истории Волкогоном это внутренние монологи Сталина. А, это, ну, это, да, это, конечно. Да, да, и Волкогонов тоже прибегал внутрь. То есть, я хочу сказать, историки толком не изучали историю, не копали вглубь, не сопоставляли какие-то вещи, которые не укладывались в уже отработанные схемы. В этом беда. Мы не будем останавливаться на таких мифах, которые уже и вы о них говорили, и другие гости программы «Ленин – немецкий шпион», «Германское золото», «Пломбированный вагон». Ну, тот, кто никогда об этом не слышал, он может найти все это. А вот миф, например, о разгоне учредительного собрания, когда говорят, вот были бы эсеры, и Россия пошла по пути демократии, вы не могли бы остановиться на этом? Да, конечно. Дело в том, что выборы в учредительное собрание происходили уже после того, как большевики взяли власть в свои руки. Ну, в это время мой отец жил в Баку, русская семья жила в Баку, отец его, мой дедушка, неграмотный плотник, а отец учился в реальном училище и хорошо учился, и, надо сказать, его отец слушал внимательно, когда тот читал ему газеты, и в семье и в окружении были такие пробольшевистские настроения. И вдруг, вот мой дедушка заявляет, буду голосовать за эсеров. Как? Почему? А вот я слышал тут выступление на митинге эсера, он сказал, говорит, что Россия, вот у нее такая территория, и если разделить каждому по кусочку, то это получится, о-хо-хо, сколько десятин земли на каждого человека. Я буду голосовать за эсеров. То есть такая вот, ну, отец ему начинает рассказывать, что такое вот разделить вот эту территорию из тайги, из льдов, пустыни и прочее, прочее. Нет, он слышал, что вот сколько он получит десятин. А этот плотник очень хотел, конечно, вернуться на землю, и вот вести свое хозяйство, и он голосовал за эсеров. То есть демагогия была возмутительная. Эсеры победили ведь на этих выборах, то есть они были первые, 38% получили на выборах. А для сравнения большевики? Около четверти, 24-25% они отставали. Это поразительно. Эсеры – это партия террористов, которые вышли из рядов довольцев. Черного передела. Черного передела, да. Они же стреляли и в 900, и до 905-го года. И покушение на видных слуг престола, и рядовые полицейские жандармы, министры и лица, занимавшие ведущее положение в губерниях, губернаторы. Одним словом, отстреливали, как куропаток вот эти. Тем не менее, видно вот свидетельство настроя масс, что эсеров поддерживали больше всех. Вот больше всех они нравились. Ну, на счастье, так сказать, большевиков, эсеры раскололись на правых и левых. И вот это в значительной степени определило и исход дальнейших событий, прежде всего, на съезде Советов, когда эсеры присоединились к большевикам на съезде Советов. И именно это обеспечило создание первого советского правительства. Юрий Васильевич, у меня просьба к вам, напомните слушателям о двух властях. Да. Учительное собрание и советы. Да. Ну, собственно, уже в самом начале 1917 года было очевидно, что сложилось двоевластие. С одной стороны, возродились вот те советы, которые были разогнаны в ходе революции 1905-1907 годов, они повсеместно создавались. Очень влиятельные советы. С другой стороны, органы старой власти, прежде всего, Государственная Дума, которая создала Временное правительство, хотя она распустилась, Дума, но, тем не менее, орган Временное правительство – это был продукт старой власти, Государственной Думы. И вот была, так сказать, идея провести выборы, а вот на выборах разберемся, кто получит власть в учредительное собрание. Но советы уже функционировали. В течение девяти месяцев 1917 года советы действовали как реальная власть. Должен сказать, что большевики не имели сначала большинства в советах. Тем не менее, они советы поддерживали. Они в тех действиях советов, которые соответствовали потребностям трудящихся масс, отвечали лозунгам большевистским, но и старались завоевать большинство. Так как советы часто переизбирались, доизбирались, то соотношение менялось в советах. Особенно, конечно, резкие перемены произошли после Корниловского мятежа. Когда генерал Корнилов, тот самый, кстати, генерал Корнилов, который арестовал царя и царскую семью, он вовсе не был монархистом, совсем нет. То есть это опять либеральный миф, слуга царю, отец солдатам. Нет, это был авантюрист, прежде всего. Если прочитать воспоминания Брусилова, там становится ясно, что Брусилов очень убедительно приводит сопоставление между генералом Корниловым и генералом Орловым, которые были под его началом. Корнилов бросал своих солдат в заведомо обреченные операции, плохо подготовленные, плохо экипированные. Но он был отец солдатам. Он с ними ел солдатскую кашу, он здоровался со всеми за ручку, он был великий демократ, солдаты были за него горой, и очень любили, и не замечали, что они гибнут пачками из-за бездарности этого генерала. В конце концов, он попался в плен, и в результате одной авантюристической операции при загадочных обстоятельствах сбежал оттуда Орлов. Это был скучный, методичный человек, который держал все время дистанцию между собой и солдатами, не фамильярничал, но он тщательно готовил все операции. Солдаты его не любили, не любили, нехороший человек. А вот Корнилов был любимцем. При загадочных обстоятельствах Корнилов сбежал, ну, якобы героический побег, подозревает, что там был подкуп элементарный этих охранников. Царь его облагодетельствовал, он был принят в Зимнем дворце как герой, его повысили. А потом благодарность за это Корнилов арестовал не только царя, ну, ладно, царя там, но зачем же и семью-то арестовывать? И вот они, собственно, Корнилов положил начало той цепочке событий, которая увенчалась, наконец, в Ипатиевском доме в Екатеринбурге. И вот после Корниловского мятежа, когда он пытался захватить власть в свои руки, вот эта власть Керенского обнаружила полную свою беспомощность, а большевики стали быстро организовывать вооруженные отряды, сотрудничать с левыми эсерами. И вот это положило начало, во-первых, союзу с левыми эсерами, и потом они выросли как такая боевая сила, защищающая революцию. Можно сказать, что Советы, это был орган, где наибольшим влиянием пользовались большевики. Да. У большевиков была вооруженная власть. Да. А у учредительного собрания, окромя болтовни, ничего не было? Ну, прежде всего, и Временное правительство не смогло себя защитить. И, ну как, опираться на юнкеров? Ну, это уже свидетельство полной беспомощности. Или женский батальон. Это показатель того, что серьезных вооруженных сил Временное правительство за собой не имело. А потом попытка арестовать Керенский пытается организовать поход генерала Краснова на Петроград, а казаки хотят арестовать Керенского. И Керенский позорно убегает. Ну, вот говорили, что он надел женский наряд. Это не так. Он просто надел бушлат матроса, который был ему не по плечу. И его откликали в парке, кто это идет. И все, он сумел все-таки дойти до машины. Его спрятали у Лесничева, где он отсиживался несколько месяцев, пока не прибыл, наконец, уже большевизированный в Петроград, где его сразу узнали. Узнали из этого, из Викжеля, который его поддерживал. Викжеля, это профсоюз железнодорожников. Профсоюз железнодорожников, который поддерживал Керенского и эсеров. А вот разгон учредительного собрания, вот если мы вернемся, оно что-то из себя на тот момент представляло? А это образование имело какую-то власть, влияние? Ну, учредительное собрание, в общем, ничего из себя не представляло, кроме вот собрания людей, которые там собрались. Они действительно надеялись, что вот их голос будет услышан, и Россия их поддержит. Все было сделано очень серьезно. На первом же заседании сначала, поскольку большинство было у эсеров, председательствующим стал эсер Чернов. Но тут же слово взял председатель в ЦИК Свердлов, который, буквально отпихнув Чернова, стал произносить декларацию советского правительства. Но затем все было шло по порядку, выступали по очереди ораторы. Выступал, в частности, Бухарин, который говорил, он впервые употребил слова «Великая Октябрьская пролетарская революция». Это, кстати, еще один миф, запущенный вот такими совершенно уже оголтелыми людьми, как Резун Суворов, который говорит, что вообще, говорит, до 27-го года слова «Октябрьская революция» не употреблялись. Употреблялся «Октябрьский переворот». Ну, Резун – великий историк английской разведки. Великий. В смысле, он не пишет историю английской разведки, а ему платят за то. Конечно, конечно. На самом деле слова «Великая Октябрьская революция» прозвучали в стенах учредительного собрания, и произнес это Бухарин. А до этого, ну как, в первый час революции Ленин выступает, говорит, революция, о необходимости которой говорили большевики, совершилась. Конечно, революция, а не переворот. Правда, иногда употребляли и переворот, но не в смысле государственный переворот, а вот переворот, гигантский переворот, исторический переворот. Ну, это в одной из передач мы говорили об этом, что переворот не имеет значения, насколько он был кровав, не кровав. Всё идёт по-прежнему, в общем-то. Да. А революция, нельзя Октябрьскую революцию назвать переворотом. И вот начались споры. Дело в том, что Ленин там присутствовал на этом заседании учредительного собрания. Правда, он не выступал. А за кулисами в этом Таврическом дворце заседали фракции и, в частности, большевики. И началась борьба мнений. Дыбенко, который входил в военную коллегию, он военно-морской был нарком, он говорил Ленину, под его началом была охрана, вот эти матросы, которых возглавлял Железняков, говорит, разогнать надо всю эту шпану и так далее. И он говорит, никоим образом, никоим образом направил записку этому Железнякову, что никоим образом не предпринимать никаких шагов. Пусть выговорятся, сколько хотят, столько и выговариваются. А Дыбенко, всё-таки он горел нетерпением и очень хотел быстрее покончить с этим. Дело в том, что к этому были основания. Собрание очень долго не могло начаться из-за всяких организационных споров. Оно началось поздно вечером. И вот оно шло и шло, и наконец Дыбенко приказал Железнякову попросить слово и потребует, чтобы учредительное собрание завершилось. Ну, сейчас, Юрий Васильевич, новости. Сейчас на радиостанции говорит Москва новости. После этого мы продолжим нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым. Юрий Васильевич, итак, учредительное собрание и его бесславный конец. Учредительное собрание работает, выступают ораторы, зачитывают свои речи. Но по наущению, по приказу Дыбенко Железняков просит слово. Вот это очень красочно было показано в фильме «Выборгская сторона», как это происходит. Затем именно эти же кадры были взяты для фильма «Яков Свердлов». Дважды повторена эта сцена. Поэтому она очень запечатлелась. Да, там появляется такой крупный матрос, который хлопает по плечу Чернова и говорит «Караул устал, освободите помещение». Чернов говорит «Что, в чём дело?» «Караул, говорю, устал». И Чернов растерян, а затем Железняков говорит «Проветрить помещение». Открывают окна, ветер и бумаги летят, летят, летят. Вот так. Но только это всё неправда. Если пройти в архив и взять протокол учредительного собрания, там легко можно прочитать. Вот ещё эта машинка с ятьями. Там всё это запечатлено, записано. «Слово просит гражданин-матрос». Предоставляю слово гражданину-матроса. И довольно сбивчиво Железняков говорит, «Что мне приказано сказать, что караул устал и что надо бы закончить учредительное собрание». На это Чернов ему говорит. «Но мы заняты очень важными делами, и поэтому придётся уж подождать вам. А время-то уже третий час ночи. И Железняков уходит. И работа учредительного собрания продолжается. Голосуют, голосуют декреты. И вот это всё записано в этом протоколе учредительного собрания. Никаких летящих бумаг, никаких этих грубых выходов, выходов Железнякова, хлопающего по плечу Чернова. Нет, этого нет. Вот всё, они заканчивают. И Чернов говорит, следующее заседание состоится завтра, потом и говорится, «Ой, нет, уже сегодня». Там, ну, называет время. Правда. Это указание Чернова не было выполнено по той простой причине, что когда депутаты учредительного собрания прибыли вечерком на заседание, оказалось, что у дверей стоят вооружённые матросы, никого не пускать. Старый трюк, которому прибег Николай II в 1906 году для разгона Первой Думы. То же самое. Всех выпустили. Кстати, указание Ленина было такое. Всех выпускать и никого не впускать. Вот и всё. Вот и всё. Вот, кстати, насколько практичный ум политика, я этого не приказывал, но коли так сталось, ну, всё, давайте дальше. Эсеры попытались организовать, опять-таки, вместе с большевиками учредительное собрание покинули и левые эсеры. Да, перед этим они покинули заседание. Вот уже когда выходил на трибуну Железняков, ни большевиков, ни левых эсеров не было, правые эсеры и другие партии там что-то ещё продолжали говорить, но большевики сказали, что в сущности это несерьёзная организация, учредительное собрание, есть реальная власть Советы, и это действительно та власть рабочих крестьянских масс, которая олицетворяет новую Россию и прочее, прочее. Эсеры организовали демонстрацию. Демонстрация была разогнана. Но этим всё и кончилось. Эсеры собрали в Выборге тогда собрание из тех, кто присутствовал вот на последнем заседании учредительного собрания. Но не все туда приехали, и потом уже создавался весной, летом вот этот комитет членов учредительного собрания, который сыграл известную роль или Камуч, Камуч, да, как правительство на востоке России. Камуч, который какое-то время существовал, пока не был разогнан и расстрелян адмиралом Колчаком. Это учредительное собрание, которое практически умерло своей собственной смертью. Теперь миф, вследствие которого было вылито много ведер грязи, это Брестский мир. Вот, Юрий Васильевич, я бы попросил вас остановиться на этом мифе, потому что уж очень он большой, и мало кто знает, что там был на самом деле. Ну, как же, говорят, что, и очень авторитетные люди говорят, что Россия подписала мир с проигравшей стороной. Да ничего подобного. Весной 18-го года Германия еще, ох-ох-ох, какая была держава, и как только был подписан мир, они бросили все свои силы на разгром западных союзников. Правда, силы уже у Германии были не те, и наступление захлебнулось, к тому же американские войска, наконец, прибыли на Западный фронт, и они сдержали это немецкое наступление, немцы снова наступали, и летом 18-го года. Так что Германия еще не была проигравшей стороной. Почему пошли на этот мир, который сам Ленин называл похабным? В чем похабность? То есть, что за немцами остается вся та территория, которую они оккупировали. А это была приличная территория Польша, Западная Белоруссия, Литва и часть Латвии вместе с Ригой. И вот эти территории должны были остаться под властью Германии, тем более, что в Польше уже было создано марионеточное правительство прогерманское. В Литве была создана своя тариба прогерманская. Там ставили на правление даже уже будущего короля Литвы, немецкого какого-то принца. То есть, большевики, вообще никто в России не хотел такого мира. А потом контрибуция, которая должна была быть обложена Россия. Начались переговоры. Нашу делегацию возглавлял нарком иностранных дел Троцкий. И он всячески принял тактику затягивания переговоров. И эту тактику полностью одобрял Ленин. Он говорит, затягивать сколько можно. А дальше принимать условия мира. Почему? Да потому что защищать Россию было некому. Армии фактически уже не существовало. А вот вы говорили мне в личной беседе, что когда Троцкий ехал в Брест... Я это и хотел сказать. А, я вот прошу прощения. Когда Троцкий ехал на переговоры в Брест, он видел пустоту в окопах. Там не было совсем солдат. Армия разбежалась. Потому что армия была в основном крестьянская. И узнав о том, что землю крестьянам, крестьяне в солдатских шинелях побежали брать землю. С винтовками. С винтовками. С винтовками. Да, человек с ружьем. И, естественно, защищать было нехто. Юрий Васильевич, у меня вот такой вопрос. Есть версия, что российское крестьянство, когда оно поехало делить землю, настроение было такое, вот вы там какие-то белые, а вы какие-то красные. Вот вы и разбирайтесь. А мы сейчас землю поделим и будем ее пахать. Это соответствует действительности подобная версия? Отчасти да, отчасти нет. Потому что, конечно, революционеры несколько не были материалистами. Они все сводили вот к материальной заинтересованности людей, особенно мелкой буржуазии, которые относили к крестьянству. Вот они исходят из этого. И Бухарин уже в декабре, пока шли переговоры, знал Бухарин как член ЦК, что уступят немцам. И вот тогда он стал организовывать фракцию левых коммунистов. Не допустить капитуляции перед Германией. Защищать некому. Ну и что, говорил Бухарин, Пусть немцы войдут в Россию. Пусть японцы войдут на Дальний Восток. Но вот когда они войдут, они начнут грабить, грабить крестьян. И он говорил об этом на съезде партии, которая потом обсуждала вот все эти вопросы. Когда угонят у крестьянина последнюю корову, снимут с крестьянина сапоги, вденут ему в нос кольцо, тогда он восстанет. И вот тогда будет здорово. Тогда начнется партизанская война. Тогда станут резать этих оккупантов. Это говорит человек, который не имел ни малейшего представления, ни о партизанской войне. Молодой человек, не бесталанный, он хваткий, он большой читатель, он полиглот. Но он совершенно непрактичный. Когда его сначала назначили в СНХ, высший соц. народного хозяйства, он быстро оттуда сбежал, потому что он ничегошеньки не понимал в хозяйстве. Так вся его деятельность, агитатор-пропагандист, Коля Балаболкин, как его Троцкий здорово прозвал. Но он сам говорил, он человек неглупый, он говорил, я самый большой путаник в советской стране. И вот этот путаник говорил о том, что тогда начнется великое, и вот тогда, когда они будут нести колоссальные потери в России, тогда произойдет революционный взрыв в Европе, тогда начнется мировая пролетарская революция. На это Ленин ему отвечал. Говорит, мировая революция, это с трибуны съезда, это все на граммах есть. Есть. Да. Мировая революция – это сказочки. И дозволительно ли серьезному революционеру верить в сказочки? Я думаю, недозволительно. Когда-нибудь она придет. Но сейчас это ваша позиция, это позиция шляхтича. Вы не хотите капитулировать, вы не хотите сдаться. Шляхтич скорее пожертвует своей жизнью, чем своей честью. А нам надо поступить со своей честью. Но немножко иную позицию занимал Троцкий. Он не призывал. Он понимал, что партизанская война – это вздор, глупость. Но он все равно рассчитывал на мировую революцию. И он думал, что его пламенные речи на Брестских переговорах, они дойдут до пролетариата Австрии и Германии. Тем более, там какие-то, конечно, проявления недовольства были, и усталость от войны, и голод, и все. И вот, произойдет, произойдет. И поэтому Радок, человек, который, в общем-то, чужой для России, но он пропагандировал выступления Троцкого. Он раздавал солдатам, которые охраняли вот эту делегацию, вот эти тексты Троцкого на немецком языке, чтобы они прочитали и донесли это. Но на самом деле речи Троцкого никого не возбуждали, не возбуждали пролетариат Германии и Австрии на решительные революционные действия. И вот Троцкий оказался перед дилеммой. А немцам, наконец, надоело вот эта конетель. Переговоры долго тянулись. И, наконец, в феврале они предъявили ультиматум. Или вы подписываете мир, или мы возобновляем военные действия. И тогда Троцкий выступил с пламенной очередной речью, смысл которой сводился к формуле ни мира, ни войны. Мы подписывать этот грабительский договор не будем, сказал Троцкий. Но и войну продолжать не будем. И мы уходим с переговоров. Глава немецкой делегации, генерал Гоффман, сказал «Унгехаут», неслыханно. Но это было действительно что-то ни то, ни сё, ни мира, ни войны. И сначала Троцкий думал, что он приедет в Петроград победителем. Немцы действительно какое-то время растерялись. Какое-то время было движения на фронте не было. И он считал, что вот он произнёс замечательную формулу, и они остановились. А потом немцы развернули наступление. В считанные часы они занимали один город за другим, они занимали огромные области, потому что сопротивления никакого не было. А в это время ЦК голосовал, подписывать или не подписывать. Ленин был в меньшинстве. Его поддерживал Сталин, Свердлов, ряд других товарищей. Бухарин, большинство было за Бухарина. Или позиция Троцкого. Дзержинский, кстати, поддерживал тогда Троцкого. Ленин в меньшинстве. И вот, когда приходит, наконец, сообщение, что уже Минск сдан, уже в Эстонию вошли, Ревель, вот тогда, наконец, перевесом в пару голосов Ленин получает большинство. Это благодаря его авторитету, аргументации. Конечно, конечно. Ну и потом сами события, потому что Троцкий уверял, а немцы не пойдут, ни за что не пойдут. А они пошли. Троцкий, как говорят очевидцы, был в трансе. Он просто никак этого не ожидал. Это не укладывалось его представление. Бухарин по-прежнему даже ликовал, что вот они движутся, и приближается, значит, их вторжение в Россию. И революция мировая вот-вот. И начнется партизанская война, и кольцо в нос крестьяне. Это, кстати, это к вопросу о мифе о Бухарине, который вложил колоссальное усилие Стивен Коэн. Еще и для тех, кто считает его за авторитет, вы поинтересуетесь, кто финансирует все его усилия. И вот эти воспоминания, какой замечательный был человек. А все его прогнозы и решения, ну это... Конечно, конечно, конечно. Это был очень... Ну, это типичный вот продукт революционной эпохи, яркий трибун, нервный очень. Мама моя один раз слушала еще с детекторным приемником выступление Бухарина, и вот он пламенно что-то говорит, а потом говорит, уберите этот свет, что я вам, кинозвезда, что ли? Ну, такой вот вспыльчивый был человек, нетерпеливый. Но человек, который, ну, каждый раз попадал пальцем в небо со своими действиями, прогнозами, лозунгами, но говорил ярко, захватывал внимание. Человек эрудированный, а в условиях, когда в партии образованных людей почти не было, он производил магическое впечатление. Ну, азбуку коммунизма же написал. Ну, азбуку, конечно, конечно, конечно. То есть... И вот тогда, наконец, послали делегат, да, связь установить с ним. А немцы прекрасно себя чувствовали, они продвигались и не сразу ответили Ленину. Наконец, согласились принять делегацию. И вот наши, наконец, снова прибыли в Брест, подписали. Но по-прежнему эсеры, теперь все эсеры выступали против Брестского мира. Они демонстративно вышли из состава советского правительства. Они вступили в соглашение с левыми коммунистами. А это уже было оформлено как фракция, левые коммунисты с Бухариным. И потом, как зловеще говорил Сталин, и неизвестно, о чем они там сговаривались, Бухарины, левые коммунисты, с левыми эсерами. Ну, у них было сотрудничество, потому что были подозрения, что они хотели арестовать Ленина, установить, привести к власти свое правительство. Но это уже было постфактум. Договор был подписан. Уже немцы захватили не только Польшу, Литву и часть Латвии, а всю Прибалтику, Белоруссию, Украину. Потому что они же подписали, пока наши оттягивали подписание Брестского договора, Украина провозгласила независимость, и делегация Украинской Народной Республики подписала свой сепаратный мир. Как всегда, к месту. Да, 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 да. И на основе этого договора Украина пригласила немецкие войска занять Украину. И немецкие войска продвигались. Правда, большевики давали отпор. Была создана Донецко-Криворожская Республика. Напоминает, вот нынешние события. Они пытались дать отпор немецким оккупантам. Во главе этой республики стоял Артем Сергеев. Вот этот отец того самого Томика, который потом воспитывал товарищ Сталин в своей семье. Артем Сергеев. Но у них сил было мало, и они были разбиты, выбиты из Украины. А дальше немцы двинулись и в Донскую область, чтобы поддержать атамана Краснова. То есть, катастрофа была... Которая уже к тому времени, слово, которое дал советской власти, не воевать, про нее забыл. Да, да, да. Взял обратно. То есть, это, вот это уже была форменная катастрофа. Брестский мир, который был подписан, это принес, конечно, огромные беды, но не надо забывать, что Брестский мир просуществовал всего 9 месяцев. Потому что в ноябре 1918 года в Германии произошла революция. Тут же ВЦИК денонсировал Брестский договор. Затем началось восстановление советской власти на Украине. И история пошла на новый виток. Но, тем не менее, факт Брестского договора, он сыграл очень неприятную роль. Это и ограбление контрибуции, которая, правда, не вся была, далеко не вся выплачена. И укрепление, потеря фактически нами при Балтике. А там была довольно крепкая позиция, особенно в Истляндии, в Лифляндии. И потом все это пришлось уже с боями возвращать. По мере того, как к этому времени красным уже пришлось бороться с националистическими войсками и в Белоруссии, и особенно на Украине, и прочее, прочее. Все это тоже последствия Брестского мира. Но это не такое вот проклятие на несколько десятилетий. Это, в общем, речь о 9 месяцах. Ведь Ленин говорил, что да, похабный, да, позорный. А мы его примем, но не выполним. Да, да. А Ленин же оказался прав, стратегически в конце концов. Дальше кто же все-таки развязал гражданскую войну? Вот, еще один миф. Я хочу напомнить слушателям, что этих мифов достаточно много. Я надеюсь, что, если все будет в порядке, то Юрий Васильевич будет к нам приходить и в будущем году. Когда предлагают национальное примирение, оно не означает для меня облабызаться и забыть. Нет. Оно означает, что надо знать все, как было на самом деле. А то, что гражданская война, трагедия, это, я думаю, понимают абсолютно все. Как же все-таки началась гражданская война? Юрий Васильевич, у нас полторы минуты. Давайте вы начнете и в следующем части пусть новостей продолжите. С одной стороны, гражданская война началась стихийно. Выступление. Дело в том, что по мере того, как большевики брали власть то в одном, то в другом городе... Что называлось? Триумфальное. Триумфальное шествие советской власти. Происходили вооруженные столкновения, а кое-где большевикам было оказано сопротивление, особенно на окраинах. К этому времени уже на национальных окраинах, еще в период февральской революции, были созданы свои национальные центры, которые, воспользовавшись моментом, провозгласили свою независимость от России, на Украине, за Кавказье. Кроме того, Казачьи области заволновались. Вот мятеж атамана Дутова в Оренбурге. Выступление Калейдина на Дону. И вот это уже началось еще в конце 17-го года. Правда... Юрий Васильевич, давайте мы прервемся. Сейчас на радиостанции говорит Москва новости, а после новостей Юрий Васильевич закончит говорить о мифах и ответит на ваши вопросы. Новости на радиостанции говорит Москва. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым. Итак, историки гражданской войны. Кто ее развязал? Так вот, мятежи против советской власти возникали на окраинах. Они возникали... Заговоры возникали и в столицах, и в других городах. Но вот реально выступили с оружием казачьи окраины. Помимо национальных образований, которые, в общем-то, не выступили против советской. Они просто отделились. Понятно. Но поддержка новой власти была велика. У новой власти были вооруженные силы, поэтому наступление красных казаков на белых казаков на Дону увенчались успехами. Каледин застрелился, разбиты были армии Дутова, и, казалось, война, гражданская война вот в зародыше была задавлена. И поэтому Ленин писал работу «Очередные задачи советской власти», где исходили из мирного развития Советской Республики. Все вроде, вот, мир подписан с немцами, замирены окраины, все вроде идет на лад. Правда, такие беспокоящие вещи происходили, как вступление интервентов в Мурманске. Ленин журил председателя Мурманского совета Юрьева за то, что он уступил антантовцам и допустил и вступление в Мурманск. Но вроде это было связано с тем, что они решали какие-то, скорее, хозяйственные там вопросы, а также рассчитывали, что они оттуда дадут отпор вот немцам через Мурманск, но продвижение пока не происходило. В апреле японцы высадились во Владивостоке в 18-го года, а война полыхнула гражданская 25 мая 18-го года, когда вдруг восстал чехословацкий корпус. И отдуя этого, Юрий Васильевич, опять же, это мой вопрос вам, огромное количество так называемых, скажем, контрреволюционеров отпускались под честное слово. Конечно. Если на них не было там каких-то уже серьезных подвигов. И пример генерал Краснов заверить, который уехал и повесили его только в 45-м. Никакого, в общем, никаких репрессий новая власть не использовала. Когда на съезде партии, в 7-м съезде партии в 18-м году старый большевик Рязанов узнал, что по распоряжению питерских властей были расстреляны там 5 студентов, то он заявил, что он выходит из партии. Он не может стоять в партии, где вот такие вещи допускаются. Правда, параллельно с этим происходил распад вот этой правовой основы партии. Ну, Джон Рид не фантазировал, когда он говорил, как он предъявил мандат там свой, а неграмотные солдаты и матросы чуть не расстреляли его, потому что он вызвал подозрения. Аналогичные случаи потом разыгрывались, когда чуть не пристрелили Калинина и Петровского, руководителя украинских советов, потому что они заблудились по дороге к Буденову. И эти конники Буденова решили, что это буржуи, потому что у них вид был буржуйский, у них шубы были буржуйские. И когда они протягивали мандаты с подписью Ленина, они говорят, ты мне, Ленина, не тычь, я не трожь Ленина, я твою буржуйскую суть сразу разглядел, давай, говорит, будем везти его в штаб, расстреляем на месте. В штаб Духонина, как-то? Нет, в штаб Буденова. А, в штаб Буденова. Нет, тогда же было выражение, в штаб Духонина, в расход. Да, 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 да. И это тоже было, но правительство не прибегало к репрессиям, террору, это уже было позже. А вот 25 мая вдруг восстал Чехославский корпус. Что это было такое? Да. Дело в том, что к этому времени в результате успешных действий российской армии на австрийском фронте было захвачено огромные массы пленных австрийской армии. А что такое австрийская армия? Это не только австрийцы, это венгры, это чехи, это сербы, это очень много разных национальностей, из которых состояла австро-венгерская империя. И чехословаки сказали, что они будут готовы бороться против вот этих венгерских и австрийских поработителей. И стал формироваться чехословацкий корпус. Его даже подвели уже к линии фронта где-то к концу 1917 года. Мощное объединение, 60 тысяч человек, хорошо вооруженные, их снабжали неплохо. Антанта помогала в снабжении вот этих войск. А затем, когда произошла революция, особенно когда был подписан мир брестский, то встал вопрос, что делать с этим корпусом. Война-то прекратилась, и чехословаков стали отводить на восток. Они разместились в Пензе. А план был довести их до Владивостока и на кораблях вернуть или нет? В том-то и дело, сначала это все было в каком-то подвешенном состоянии. Большие подозрения вызывают вот какие обстоятельства, что все это не так просто, потому что уже в 1917 году Россия настолько завязла в долгах, особенно перед Соединенными Штатами, превышение американского импорта из Америки над экспортом был там в десятки раз, и Россия расплачивалась золотом. В конце концов, американцы предложили, «А почему бы вам не отдать в концессию Транссиб?» и уже был подготовлен экспедиционный корпус. Соглашение было достигнуто о том, что экспедиционный корпус из американцев займет стратегические посты на Транссибе. И что, временное правительство пошло наподобно? Пошло на это, пошло, потому что, да, вот они такие патриоты, отчаянные. И все было согласовано. В Нагасаке стоял вот этот экспедиционный корпус. Но, видимо, об этом как-то все было заранее продумано, как это занять этот Транссиб и прочее. Потому что главной опасностью уже в 1917 году на Западе увидели в большевиках. Потому что, если придут к власти большевики, все эти соглашения с Временным правительством полетят. И не видать ни Транссиба, ни даже долгов этих и прочее, большевики будут проводить свои революционные преобразования. Поэтому были предприняты меры, чтобы остановить приход большевиков к власти. Англичане, английская разведка разработала план контрпереворота, прихода к власти сильного правительства вместо Керенского, которое бы предотвратило победу большевиков. Прикрытием для этого заговора служил писатель Моэм, который был не только замечательным писателем, но и не менее замечательным разведчиком. Он с 14-го года вступил в ряды разведки британской, выполнял много ответственных заданий. А вот здесь у него было задание руководить этим контрбольшевистским заквором. Ему были... Он не просто был пешкой, у него были большие средства. При нем... Когда я в своих воспоминаниях писал, когда я вспоминал о том, какие средства у меня зашиты на поясе, я чуть не падал в обморок от ужаса, если... То есть он... Ну, за нем был денежный пояс специальный. Денежный пояс, да, денежный пояс. Ну, потом... А, кстати, вместе с ним, это Александр Колпакиди рассказал, ехал Клинтон Дьюитт Пул. Очень видный американский разведчик и дипломат. Они были вместе. И ехали они в поезде с чешскими офицерами. Какое совпадение, какая случайность. И вот сейчас... У него есть одна книга мемуаров, это Дьюитт Пул. Вот надо бы ее прочесть. Я думаю, там могут... Да. Интересные вещи найтись. И вот поразительная вещь. Потом в последних страницах, посвященные вот этой его российской истории, Моэм пишет, что я попал в цейкнут. Мне не хватило буквально нескольких дней для того, чтобы привести в действие этот заговор, в котором участвовали будущие белые генералы. Савенков играл заметную роль. И чехословацкий корпус. Казалось бы... Это 60 тысяч обученных, хорошо вооруженных, сытых. Да, да, да. И вот поразительно. Он попадает в цейкнут. Ну, чего бы проще из Лондона переехать через Северное море, затем через нейтральные скандинавские страны в Финляндию, которая еще в составе империи, и прибыть в Петроград в считанные дни. Вместо этого Моэм едет через Соединенные Штаты, через Тихий океан на пароходе, а затем через Трансиб едет в сопровождении руководителей чехословацкого корпуса. Вот случайность. Да, случайность. Ну, это нелепость. Ну, почему? А потому что, видно, идет разведка. И, видно, чехословацкий корпус должен сыграть немалую роль в том, чтобы овладеть Трансибом. Во всяком случае, они долго-долго пробираются, прибывают сюда, и вот здесь идет заговор, и здесь идет подготовка. Но заговор срывается, кстати, в сочинениях Сталина за 17-й год написано об активности британских спецслужб. Уже тогда большевики знали, что готовится заговор. Моэм, в свою очередь, знал, что большевики, и чуть ли не одного из первых, кого арестуют, это его. Не Керенского даже знали, знали об этом. Поэтому Моэм в считанные часы, как только узнал о выступлении большевиков, он уничтожил всю аппаратуру, собрался, и его уже ждал крейсер в Стокгольме, и вот туда он рванул через Финляндию, прибыл в Стокгольм, наконец, зашел в первую же кондитерскую и стал, наконец, съесть шоколад, чтобы как-то подкрепить свои силы. Он умирал от голода. Если кто-нибудь, если кому-то интересно, Саммерсет Моэм, подводя итоги. Да, подводя итоги. Подводя итоги. Ну, а также рассказы про Эшендене, в котором он вывел самого себя. Да, Эшенден, это оперативный псевдоним. Кстати, американца он вывел в комическом персонаже, аполитичного человека, он там не пишет о том, что он разведчик, но про Чехов все-таки он упомянул. Вот, и вот кто подкинул эту идею, что чехословацкий корпус лучше всего эвакуировать через Владивосток по Транссибу, это неизвестно. Там долгие шли переговоры, но уже в конце 1917 года военные руководители Антанты пришли к выводу, что Россию надо разделить. Надо делили там между Францией, между Англией, Соединенными Штатами и так далее, и так далее. И большая роль должна была быть сыграна чехословацким корпусом. Очень боялись за его судьбу, как он будет перемещаться, очень под большим контролем находилось его передвижение, но договорились о том, что вот как стартуют эшелоны, и они должны были, значит, проехать по Транссибу, прибыть на Владивосток, сесть на пароходы, оттуда на пароходах через Суэцкий канал, прибыть, наконец, во Францию и там выступить против Германии. Нелепый такой план и дорогостоящий, но, тем не менее, ну, никуда они не поехали на пароходах, не доехали еще до Владивостока, но по мере того, как эти эшелоны растянулись по Транссибу, нашелся какой-то предлог, столкновение с венграми между чехословаками и венграми. Это тоже интересная тема. Да, да. Наши венгры и их чехи. Да, 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 да. И столкновение произошло, и вдруг 25 мая по всему Транссибу начались эти выступления чехословакского корпуса. А если кто хочет прочесть, как вели себя эти доблестные войны, как они гражданское население расстреливали, как они грабили, Евгений Анташкевич Харбин. Все на документах написано. Извиняюсь, Евгений Васильевич. И вот тут это уже была полномасштабная гражданская война, потому что захват и дальневосточных городов, и Хабаровск, и Новониколаевск, будущий Новосибирск, и продвижение к центру. В частности, мишенью была еще одна, один крупный город, Казань. Дело в том, что к этому времени в Казани оказался весь золотой запас России. В 15-м году, когда началось немецкое наступление, и правительство, и царь испугались, что займут и Петроград, решили эвакуировать золото. Куда? В Нижний Новгород, но главную часть в Казань. Вот глубинка, глубинка Казани, откуда раньше считалось, начиналась Сибирь. Вот уже после Казани колодников расковывали, потому что они попадали вроде в Сибирь, и уже оттуда они не сбегут. Вот в Казань и решили переместить все золото. Очень интересно, что правая рука моема по заговору Савенков посетил где-то весной 18-го года Казань. А потом было выступление Савенкова на Верхней Волге. В Ярославле был митейший. В Ярославле, да. Причем историки недоумевают. Как так? Зачем он вообще выступил в Ярославле? Там очень слабая сила у эсеров. Вот Калуга, другое дело, это эсеровская была Калуга. Почему не в Калуге? А потому что Ярославль был близок к Нижнему Новгороду. И, конечно, по Волге уже ближе к Казани. Но эсеровский мятеж был довольно быстро ликвидирован, а к этому времени Чехословаки уже продвигались к Казани. Тогда, наконец, советское правительство, да, мятеж был этого эсера Муравьева на Восточном фронте, который заявил о том, что он выступает против Брестского мира и готов выступить против немцев. Мятеж был ликвидирован, но, тем не менее, Чехословаки продвигались к Казани. Продвигались к Казани, тут, наконец, в Москве сообразили, что надо спасать золото. Ну, и вот обычная русская беда. Выяснилось, что мешки, в которых хранилось золото, прохудились. Значит, надо или латать мешки, или находить новые, а при тогдашнем дефиците все это очень трудно, что-то успели эвакуировать, но ничтожную часть золотого запаса. А армии чехословаков продвигались успешно к Казани, и в конце концов Казани золотой запас попал в руки чехословаков. Ну, к этому, конечно, приложили руку и вот это Камучи, и правительство эсеровское прибыло туда. Ну, и потом Колчак расстрелял? Да. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Ну, золото, в общем, долго находилось сначала у чехословаков, сколько его было, неизвестно. Дело в том, что, ну, вот когда читаешь материалы с этим золотом, оно постепенно худело. Ага. Вот сначала это было, ну, условно говоря, там, два поезда, там, десять пульмановских вагонов или что-то. А потом, в конце концов, это что-то размещалось в двух вагонах. Усохло. Да, усохло, усохло по дороге. Наконец, золото переместили в Омск. Правитель омский Колчак взял контроль над золотом, но очень быстро транжирил это, приобретая вооружение. Причем, часто вооружение ему не успевало поступать, а золото оседало в банках Нью-Йорка, Токио, где угодно. Только, но что-то придерживали еще и Чехословакии. Ну, потом говорят, что часть этого золота они все-таки сумели увезти в Чехословакию и даже связывают послевоенное процветание Чехословакии с вот этим русским золотом. Да, это знаменитый Легионбанк чешский. Да, 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 да. Я очень надеюсь, что когда советский спецназ помог прийти коммунистам к власти в конце сороковых годов, репарации были какие-то очевидны. Может быть, не знаю. Надеюсь, а советский надеюсь. то есть вот вот уже еще одна подоплека гражданской войны. Транссиб, золотой запас, о том, что интервенты прежде всего хотели поживиться, об этом свидетельствует масса документов. Ну, скажем, в конце отцов они стали двигаться из Мурманска в Архангельск и вот местные этот СССР Чайковский, возглавлявший местное правительство, жаловался по поводу разграблений складов англо-американско-французскими интервентами, прежде всего англо-американскими. Сколько награблено было американскими и японскими интервентами на Дальнем Востоке, это неизвестно, хотя они дотошно подсчитывали, сколько и шкур там они взяли, и сколько пушнины, и там и даже рогами и копытами они не брезговали, все подчисту, и конечно золото, и конечно золото. Вот, то есть, конечно, грабеж страны занимал очень важное место в планах интервенции, и об этом говорил с трибуны Конгресса США сенатор Шерман, который говорил, что что такое Сибирь, Сибирь это нечисленное, не огромное богатство, это золото, пушнина и так далее, и так далее. Вот, что стояло за действиями тех сил... Плюс к этому англичане-американцы создавали на севере Мурманск, Архангельск, концлагеря. Еще бы, каждый шестой человек, житель Архангельской области оказался в концлагерях. Вот. Ну, это в рамках помощи, конечно. В рамках помощи, да, их заставляли выполнять непосильную работу, кормили впроголодь, люди мёрли, как мухи. И об этом забыто, они, у них где-то там в Вашингтоне стоит памятник из белого медведя в память об этой экспедиции на север, о том, как они зверствовали там, об этом забыто. И Дуайт Эйзенхауэрд в 15-55 году выступая на Женевской конференции, спокойно заявил в своем вступительном слове на этой конференции, что мы никогда не воевали с Вашим народом. О, да. Да, ни на Дальнем Востоке, ни на Европейском Севере. Ну, похода 14-ти держав, который сглашал Черчилль, не состоялось, не было желания, то есть, вот, расчет Бухарина о том, что империалисты полезут сюда и завязнут, нет. Но, если посчитать, сколько стран участвовало в разграблении России, там можно считать вот именно эти 14 или даже 15 стран. Может быть, у некоторых руки не дошли, просто не поспели. Там выступали и сербские части, и Аргентина даже послала какие-то свои войска в этот, во Владивосток. Там были, конечно, английские, японские, французские. в Одессе, в Одессе, в Одессе, Да, 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 да. То есть, это был интернационал врагов новой власти, и они очень, но не столько, я говорю, даже из идеологических соображений. Здесь был элементарный грабеж страны, которую удобно было разграбить и поживиться. Но вот эта гражданская война, конечно, победа чехословацкого корпуса, потеря всей Сибири и Дальнего Востока вдохновила очень много антисоветских сил, и территория подконтрольная советской власти быстро сокращалась. Спасение советской власти состояло в том, что под ее контролем оставались две столицы Москва и Петроград и вот и центральная часть. Вот здесь советская власть держалась, здесь мобилизации происходили, мобилизации на энтузиазме, потому что был отчаянный голод, все продовольственные базы отрезаны. Сталина направляют в это время на юг страны, чтобы он выбивал хлеб, чтобы как-то обеспечить продразверстками поставки хотя бы с Северного Кавказа, если уж не с Украины. Но тем не менее страна продержалась, а гражданская война продолжалась. Начальник Васильевич, сейчас новости, а после новостей, если вы не против, тогда вопросы отсутствуют. хорошо. Все, новости на радиостанции, говорит Москва. Программа Леонида Володарского. Итак, Юрий Васильевич Емельянов готов отвечать на ваш вопрос. Телефон не работает, вы можете звонить, и я призываю вас звонить, не опускайте руки, но телефон не работает, а так все здорово. Я повторяю, вы можете присылать свои вопросы, ваше мнение никого не интересует. Единственное, что меня радует, что сообщение с телефона вы присылаете за собственные деньги. Это всегда мобилизует и ободряет. Вперед! На вопросы типа «А почему?» я заранее отвечаю, «А потому?» Кратко, находчиво, что еще вам желать? Вот вопрос великолепный. это кто? 916 676 0072 Добрый день! Нет, 905 786 686 Да, вот теперь правильно. Добрый день и вам добрый день. Почему Октябрьскую революцию называют еврейской? Ну, это блестящая иллюстрация к тому, насколько можно реальные исторические события перевернуть на 180 градусов. Можно ли действительно называть Октябрьскую революцию еврейской, если в Совнаркоме, в котором было почти 20 народных комиссаров, лишь один человек был еврей. Это Троцкий Лев Давыдович Бронштейн, настоящая фамилия. А был один поляк Тодорович, был один грузин Иосиф 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 Сталин, остальные были русские. Миф о том, что во главе революции стоят евреи, распространил методистский миссионер Саймонс, который сбежал с большим удовлетворением из большевистской России где-то в начале 18-го года, прибежал в Америку и говорил о том, что всем заправляют нью-йоркские евреи. Но это в Америке тогда было чуть ли не национальной идеей. Да, да. И негры. Вот это вот негров-то да. Нет, извините, Леонид, Леонид, это вечная проблема людей, которые воспринимают события под влиянием стресса. В 1780-м году произошло восстание в Лондоне и все лондонцы были жутко перепуганы и вот обнаружили, что виноваты были негры. Когда Беслане представитель ФСБ осматривал трупы, он сказал, говорит, и негры тут, ну, обгорелый чеченец, для него выглядел как нег. Но это это психическое явление, когда вот видят того, ну, мне один человек, да я видел, говорит, их фотографии членов ЦК, ну, почти все евреи, ну, для него Рыков, который был, вот, усатый и бородатый, казался евреем, Калинин, Калинин, который, кстати, в Пенсне, да, в Пенсне, похож чем-то на Льва Давыдовича Троцкого, тоже, это рабочие из Твери, крестьянского происхождения, но, к сожалению, вот на таком уровне люди воспринимают историю. Вот, спасибо мне за то, что я приглашаю хорошую историю, это им спасибо, что они согласаются прийти, это как глоток воздуха, вот это, к сожалению, я должен признать, потому что, я не слушаю радио, не смотрю телевизор, но иногда я включаю, что буду увлитвориться мыслью, что ничего не произошло нового, и действительно ничего нового не произошло, все те же люди, которые ни черта не знают, вот они пишут что-то, зачем пишут, но ты же ничего не знаешь, но ты же гнида последняя, но пишут, свобода нынче, демократия, так, дальше, извините, я отсеиваю вопросы от сумасшедших и так далее, и так далее, так, вот вопрос, каким образом большевикам удалось в советах завоевать такой авторитет, и правильно ли версия о том, что большевики занимались повседневными делами, нет, то есть, вот, в местный совет перевезти хлеб, каким-то раздать, чем отличались большевики от других революционеров, прежде всего, они исходили из того, что они вооружены научной теорией, научной теорией общественного развития, они очень серьезно подходили, может быть, в чем-то эти теоретические положения были несовершенны, в чем-то жизнь доказала неправильность этих теоретических положений, но они подходили очень серьезно к своей общественной роли, поэтому они занимались, они старались, установка социалистической революции, это решать вопросы в интересах широких масс, трудящихся масс, заботиться о них, пестовать, лелеять, решать конкретные проблемы, не влезать во все мелочи, ну, вот это, кстати, я покритиковал здесь фильм «Выборгскую сторону» за фантазией, но вот то, что сам образ Максима, который влезает в эти дела Министерства финансов, это очень типичный для большевистского подхода, во все влезть, во все, стараться изучить, ну, вот это сталинский подход к делу, прежде чем выяснять дела на каком-то фронте и вызвать командующего, он начинает читать литературу, он начинает читать информацию, все информационные сводки, он пригласит тех, кто ведет этот фронт в генштабе, только потом он уже готов к разговору, подкованный, собранный, вот это, что ли, отличало большевиков, лучших большевиков, что ли, 1917 года, и они потом, конечно, прежде всего ориентация на массы, классовый подход, это проявлялся в том, чтобы все было делалось в интересах трудящихся народных масс. Я думаю, это и обеспечило потом организованность, решительность, не полагаться на теракты, как эсеры, а готовить, если уж готовишь вооруженное выступление, то готовить оружие, обучать пользование оружия, дисциплину наводить в этих отрядах. Вот это, конечно, привлекало, я думаю, широкие массы, и это способствовало популярности большевиков. И, конечно, требовательность к себе, никаких излишеств, никакое использование служебного положения. Потом, разумеется, началось и факт разложения, и все, но это всячески осуждалось, третировалось. Недаром в 19-м году Сосновский, главный редактор журнала «Беднота», говорил, что мы, говорит, с моим агитпоездом проезжали по всей России, и жалко не было, у нас все было, и кинематограф, и машины были, было одного арестантского вагона, да, мы сажали целые исполкомы, чуть что проштрафился, суровое наказание. Вот это, конечно, видели, что коррупция пресекается, мздоимство наказывается, взяточничество недопустимо, и об этом все время не только говорили, но и действовали. Я думаю, это в значительной степени обеспечивало и репутацию большевиков, и их организованность, решительность, уверенность, что за нами наука, за нами теория, которая себя блестяще до сих пор оправдала, и интересы широких трудящихся масс. Вот еще один вопрос, я его перефразирую, он не очень-то составлен. На первых порах удалось избежать вот этого номенклатурного коммунизма? Конечно, на первых порах, злоупотребления были, я уже об этом говорю, но об этом это сразу выявлялось, разоблачалось, об этом вот говорили, говорил не только Сосновский на восьмом съезде партии, это уже девятнадцатый год, говорил Иногин, вот его голову вы можете видеть на станции Китай-город, то, что станция называлась Площадь Нагина, нарком труда, он говорил о случаях и разложения, и злоупотребления властью, и об этом говорил Кураев, только вот не нынешний этот Растрига Дьякон, а секретарь Пензенского обкома, он говорил о том, что допускает злоупотребление, это все разоблачалось и пресекалось в корне. Попытки телефонного права, также пресекали, Шкириатов выступает на 12-м съезде партии и говорит, как только, говорит, арестовываешь коммуниста за злоупотребления, не за политические какие-то, тогда не сажали за эти вещи, а за какие-то злоупотребления, тут же начинаются звонки, и это, говорит, надо кончать с этим, безобразие, что, что такое, и действительно, это все вот выносилось на широкий уровень, в 30, когда Шолохов пожаловался Сталину на злоупотребление на местах, тут же Сталин говорит, направляем вам Шкирятова, чтобы он там навел... Шкирятов возглавлял комиссию партийного контроля. Это хуже ЧК и НКВД было. Это было хуже, чем ЧК и НКВД. Так. Скажите историю Голубых Будинов. Это я просто глубина вопроса. Что интересует людей? А что спрашивает? Голубых Буденок. Ну, очевидно, ну, ни черта сформулировать человек не может. Как, откуда появились эти богатырки? Откуда появилась Этсенель с разговорами? Господи! Ну, дело в том, что вот эта форма была сконструирована и сшита еще в царское время. И говорят, Воснецов эскизы. Может быть, да, не знаю, не знаю. Но в подражание вот шишакам это славянских воинов и Киевской Руси, вот как шлемы этих российских, русских воинов времен Киевской Руси, потому что тогда поднимался дух патриотизма, и это вот хотели осветить и в одежде. Но все, во что были одеты и партийные, и военные силы Красной Армии, это все до революционных складов. Это откуда вот коженки? Это англичане завезли эти коженки. Они прилагались к английским броневикам для экипажа. Да, да, да. И вот отсюда эти распространились, ну прежде всего вот воспользовались этим, вот все-таки злоупотребление было, вот распространили прежде всего среди комиссаров и чекистов, а своего ничего не делали, ведь вот я хотел немножко вернуться к теме гражданской войны, если вы позволите. Ну конечно. Ведь что такое гражданская война? Вот говорят самое страшное, брат пошел на брата. Да нет, этого не было. Не обязательно брат шел на брата. Были такие случаи, но не обязательно. В войне участвовало меньшинство. Сначала в Белую гвардию вступило всего 4 тысячи человек, Красная армия 119 тысяч, но развал начался, полный развал хозяйственный, поэтому несчастные и белые, и красные солдаты страдали от того, что медикаментов не было. Этот белый, этот, да и белый и красный полк тратил за снарядов за месяц столько, сколько выделялось на один день царскому полку. Все было, поэтому такая роль конницы, потому что фронтов не было больше, не было, не было, поэтому вот конницы. Юрий Васильевич, рейд Буденова, ну сколько у него было, 6-7 тысяч человек, рейд Мамонтова, с другой стороны, столько же, и все, катастрофа, все рожится, вот-вот возьмут Москву. Ну почему 60 тысяч этих чехословаков захватили Сибирь? Да потому что не было 119 тысяч Красной армии на всю, всю одну шестую часть территории России. Вот это, это было главное. Вот, кожанки были для летчиков. Во-первых, не спрашивали, это для начала. А во-вторых, надо читать что-то, а не то, что там тебе где-то у пивного ларька рассказали. Это каждому броневику, я не помню, там экипаж был, три или четверо прилагалась кожаная куртка, кожаные штаны и сапоги. И кар... Нет, картуз, кожаные еще. Вот. Убийство немецкого посла Мирбаха было организовано, это вопрос. Или это было пропитано эмоциональной ненавистью, Анатолию излюберец? Ну, не национальной ненавистью. В это время левые сэры готовили переворот, и они... Для них большевики были недостаточно левыми. Конечно, конечно. Они захватили в плен Дзержинского председателя ВЧК, они пытались захватить борозды правления на съезде Советов, и убили посла Германии Мирбаха, что могло спровоцировать... Да, они и хотели. Спровоцировать войну. Кстати, исполнитель теракта вот этого... Яков Блюмкин, человек, первый оппозиционер, расстрелянный в органы государственной безопасности в 29-м году или в 30-м возрасте 29 лет, 9 ранений, из них 7 холодным оружием, и Валентин Катаев, при всем моем уважении к этому писательству, посмел описать его трусливую смерть вот уж про него все что угодно про Блюмкина можно было говорить, но трусом он точно не был. Один из первых советских резидентов на Ближнем Востоке в Израиле. Ну, Блюмкин был СРом, поэтому он выполнял задание это не как... Но потом стал большевиком. Потом стал большевиком. Кстати, прекрасная резолюция, его же объявили в розыск, что Ленин написал искать везде, искать всеми силами, и не найти. Так. Так. О законе... Что значит? Закон власти был незаконным. Он удался этот закон власти. Он удался этот закон власти и этот захват власти, ну, займем так. Ну, здесь можно все-таки немножко сказать пару слов на этот счет, потому что что значит незаконно, а какой закон, на каком законе здесь жрелась власть временного правительства? А Наполеон незаконно захватил войска? Конечно, незаконно. А Мао-Джедун обязательно незаконно. А Кромвель в Англии? В этом-то и дело. У нас представление опять такое интересное для иллюстрации вот такой крайней ограниченности, что, ну, благодаря вот таким писателям, как Солженицын, у нас создается впечатление, что мы уникальная страна, у нас просто такого ужаса, как у нас нигде никогда не было. На самом деле, ну, трудно найти сейчас на географической карте страну, которая бы не пережила хотя бы одну революцию. Ну, Боливия пережила, допустим, 130 революций или что-то около этого. А так обязательно происходят революции, глубокие, поверхностные перевороты, но они везде происходили, даже в таких неподвижных странах, как Эфиопия, Непал, Афганистан, вот произошли все-таки на наших глазах, во всем случае, на моей памяти, революции, революции жестокие, кровавые, кстати, я прошу прощения, выживить Юрий Васильевич американист. 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 Самая демократическая в мире война за освобождение негров. Но люди, которые там не знают ничего, но они активно пишут, непонятно о чем, они не знают, что такое Марш Шермана, они не знают, что такое партизанские рейды, где-то банд и стоят с другой стороны по 200-300 человек. Да там еще гражданская война у нас покажется детским развлечением. Полное, к сожалению, незнание и откровенная домогогия со стороны американцев в этом отношении. Вот Линкольн это олицетворение американской демократии. А там десятки тысяч людей были без суда и следствия брошены в концлагеря северянами вот эти люди, которых подозревали в сотрудничестве с южанами. Южане тоже самое делали на своей территории. У них тоже были хорошие концлагеря. Да, 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 и это в то же время отношение к революции. Мы стыдимся революции, мы говорим ай-яй-яй-яй-яй-яй, да что же это такое, да как мы допустили американцы 4 июля отмечают годовщину своей революции, вот это провозглашение декларации независимости, они называют, мы почему-то в наших учебниках называем эту войну за независимость, а они называют революционной войной, revolutionary war. Французы отмечают 14 июля 1789 года великая французская революция и отмечают, несмотря на то, что она сопровождалась всевозможными ужасами, ну, не знаю, может нынешнее поколение плохо знает Виктора Гюго, я все включила. Извините, я просто оговорился, Блюмкин и Яков Серебрянский организовали первую резидентуру иностранного отдела ВЧК, конечно, в Палестине суть от этого не меняется, вы знали об этом, что Александр Воролин, что идиот, гаденыш Витя Рудницкий, откуда вы могли это знать, вот, и плюс к этому большевики победили, победили, благодаря чему они победили, благодаря блистательной белой идее? Прежде всего большевики победили, потому что они олицетворяли собой единственную в то время силу, эффективную которая могла обеспечить и каждодневную жизнь людей, и справедливость, за которую боролись люди, и восстановить Россию почти в тех границах, которые она имела до начала всех этих перетрубаций с 2014 года, то есть все-все страны, за исключением Прибалтики, Польши и Финляндии, вошли в состав с течением времени, это было исправлено, да, это было, и вот это резкие, быстрые, разумные повороты в политике заставляли большевиков менять тактику от военного коммунизма к НЭПу, к сотрудничеству, развитию делового сотрудничества с другими странами, выдвигать какие-то приоритеты в развитии хозяйственного, но потом переходить к усиленной индустриализации, ну вот это все говорило в пользу эффективной власти, и тогда люди могли обратиться и со своими каждодневными проблемами в райком партии, райком партии, который решал и каждодневные проблемы, хотел бы я посмотреть вот на эти очереди, которые собираются у райкомов партии Единой России, вот туда, да, где, их нет, устранен вот этот механизм который давал надежду каждому человеку решить какие-то очень острые проблемы, или советы, советы, которые решали по подсчетам советологов до 800 тысяч дел в течение года. А уже мы не будем говорить о работе с письмами трудящихся. Да, 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 работы с письмами трудящихся, которые поступали во все органы и в партийные и в советы, и в газеты. Это все было эффективно. Где это? Вот все это исчезло. Сейчас, конечно, восторжествовал другой принцип. Хочешь жить, умей вертеться, своя рубашка ближе к телу, не обманешь, не продашь, и прочее, прочее. Ну что ж, Юрий Васильевич, время наше заканчивается. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Я надеюсь на не одну встречу в будущем году, потому что событие больно колоссальное, Великая Октябрьская революция.